Здравствуйте дорогие друзья! Приветствия и почтения вашему вниманию архитекторы мироздания процессы на земле которые сейчас происходят. Высшие силы архитектора мироздания контактер Алматыя читает Лора. Алматыя прошу архитекторов рассказать о процессах на земле которые сейчас происходят. Приветствуем тебя! Давно мы не передавали через тебя информацию и сейчас самое время снова включиться в процесс транслирования информационно-энергетического потока. То что сейчас происходит на земле задействует мощные потоки разделения пространства на до и после. И многие уже заметили в своей нынешней событийности или смотря назад что старое такое привычное уходит окончательно и эти взгляды назад а если еще они подкреплены и эмоциональным аспектом желания вернуться в это назад то это доставляет только боль потери и невозможности вернуться в привычное пространство. Многие также могут заметить что новая событийность может так быстро хаотично разворачиваться так в таком же темпе и сворачиваться это говорит о том что сворачиваются старые сценарии как некие отрезки фильма в конце которые не были включены в основную часть фильма при монтаже проигрываются так как должны быть проиграны в вашем пространстве и именно для того чтобы закрыть эту страницу как прочитанную книгу также вы можете заметить как быстро меняются ваши состояния физического и эмоционального плана это также говорит о том что в ходе такого быстрого разворачивания пространства происходит достаточно быстрая реакция психофизики на эти процессы и то что раньше могло занимать к примеру две недели сейчас у вас занимает вдвое меньше и те потоки разделения которые все ярче вы можете замечать своей жизни показывают вам вашу готовность идти в новое если вы смотрите назад с грустью и желанием вернуть то состояние это говорит о том что вы не готовы к изменениям при этом ваше желание перейти в новое вознаграждается новым потоком энергии от ваших соведущих систем кураторов они понимают что на первых порах вам нужна поддержка и помощь даже в поддержании желания идти в это новое и неизвестное поэтому они делают все возможное чтобы на своем уровне это ваше желание новой жизни поддерживать хотя здесь никто не отменяет само активацию когда вы сами должны взращивать себе чувство стремления к неизведанному к новому каждый шаг каждая новая мысль и каждое новое действие будет открывать перед вами все больше и больше перспектив и ресурсов это та награда которую получают первопроходцы когда вы вступаете на землю еще не протоптанную ногами других здесь есть плюс вы можете создать абсолютно все что только сможете вообразить в своем сознании но есть это что элементы хаоса могут пугать вас и вы будете ощущать это как некую энергию сопротивления но при этом помните что это лишь сопротивление программ вашего ума который создан для того чтобы оберегать вас от нецелесообразных действий договариваясь со своим умом играть в эту игру неизведанного как в приключение в детстве когда мир был огромен и не поздно и многое оказалось волшебным также сейчас позвольте себе здесь включиться в этот процесс как ребенок который совершенно не знает процессов внешнего мира и тут будет открываться интересный момент начиная познавать внешний мир и свое взаимодействие с ним вы будете постигать и мир внутренний те процессы которые будут раскрываться и в нем вы будете все больше и больше ощущать расширение сознания расширение границ своего влияния на свое ощущение и на процессы происходящие своей жизни у вас могут раскрываться новые или старые но забытые способности причем это может происходить естественным образом без вашего прямого на то влияния это происходит потому что очень мощные энергии спускаются на землю и резонируют с теми областями вашего сознания на которых находятся если можно так сказать ваши способности и при очищении этими энергиями они естественным образом начинают раскрываться ваша готовность и ваше желание идти в новое поддерживается многими кураторами и такие сознания мы ведем с особой тщательностью мы наблюдаем как вы реагируете на те или иные обстоятельства как вы входите в новые потоки взаимодействия с окружающим пространством как вы общаетесь с родными близкими и окружающими вас людьми вы можете даже ощущать это разделение потоков когда вы идете против движения толпы при этом она практически не реагирует на вас так как у них свои задачи своя событийность и в этом плюс этого времени что вы можете войти в волну изменений когда естественным препятствием на вашем пути может стать только вы сами в целом же вам предоставлены все возможности как энергетические так и пространственные даже время со своим ускорением помогает вам быстрота совершения действий и разворачиваемых событий сворачивается легко и быстро что позволяет не застревать в каких-то событиях или состояниях а идти в новое пробовать новое однако стоит заметить что алгоритмы ваших действий которые будут направлены на повторяемость успешной схемы действий могут у вас не работать в этом случае вам стоит обратить внимание на то состояние из которого вы совершаете данное действие ведь возможно вы делали все те же шаги но при повторном их совершении не получили того результата тогда обратите внимание на то в каком состоянии сознание вы начинаете их совершать если в этом есть выгода только для себя и своего эго то алгоритм будет заблокирован но если при этом у вас активируется желание делать это не только для себя но и для того чтобы ваши действия принесли пользу пространству людям вокруг земле и так далее тогда само пространство будет помогать вам и будет резонировать с вами на одной волне ваша готовность и ваше желание идти в новое поддерживается многими кураторами и такие сознания мы ведем с особой тщательностью мы наблюдаем как вы реагируете на те или иные обстоятельства как вы входите в новые потоки взаимодействия с окружающим пространством как вы общаетесь с родными близкими и окружающими вас людьми вы можете даже ощущать это разделение потоков когда вы идете против движения толпы при этом она практически не реагирует на вас так как у них свои задачи своя событий насть и в этом плюс этого времени что вы можете войти в волну изменений когда естественным препятствием на вашем пути может стать только вы сами в целом же вам предоставлены все возможности как энергетические так и пространственные даже время со своим ускорением помогает вам быстрота совершения действий и разворачиваемых событий сворачивается легко и быстро что позволяет не застревать каких-то событиях или состояниях а идти в новое пробовать новое однако стоит заметить что алгоритмы ваших действий которые будут направлены на повторяемость успешной схемы действий могут у вас не работать в этом случае вам стоит обратить внимание на то состояние из которого вы совершаете данное действие ведь возможно вы делали все те же шаги но при повторном их совершении не получили того результата тогда обратите внимание на ту в каком состоянии сознания вы начинаете их совершать если в этом есть выгода только для себя и своего эго то алгоритм будет заблокирован но если при этом у вас активируется желание делать это не только для себя но и для того чтобы ваши действия принесли пользу пространству людям вокруг земле и так далее тогда само пространство будет помогать вам и будет резонировать с вами на одной волне алматея очень интересный момент получается что новые алгоритмы взаимодействия с пространством в основе своей включает себя действие не для себя не для своего эго она благо другого это уже новые коды пространства так разворачивает свою работу мы начинаем вас учить действовать не только в своих интересах но и в интересах других направляя вас к единству поэтому многие из тех шаблонов и алгоритмов что были вполне действенны раньше сейчас не могут давать того же результата вам нужно учиться взаимодействовать с пространством из интересов другого человека или людей в большем количестве так как когда вы получаете энергию на действие на совершение вашими целями должны выступать не присвоение какой-то выгоды для себя а целью должна выступать выгода для всех тогда от этого получите не только вы но и другие вам нужно как будто показать пространству что ваше действие будет направлена во благо и результат от этого действия принесет пользу как вам так и другим тогда процессы запускаются с молниеносной скоростью и результат не заставит себя ждать но тут еще нужно обратить внимание что это нужно делать не из ума а от сердца так как внешнее пространство будет резонировать на волне вибрации сердца поэтому ваше желание должно быть истина если ваше желание будет исходить от сердца то взаимодействие с пространством будет на уровне сердца на вибрациях души а это уже новый уровень так как просто вам будет перестраивать свои мысли и действия с уровня ума на уровень сердца но практика и осознанный выбор будут помогать вам в этом алматыя можете подсказать конкретный алгоритм действий для того чтобы переключиться с ума на сердце при этом чтобы действовать и получать результат во первых нужно отслеживать свое состояние вы можете сами себе задавать вопрос в каком состоянии я могу действовать осознанно или какое состояние мешает моей осознанности например когда вы в эмоциях положительных или отрицательных можно ли говорить о том что решения и действия будут полностью осознаны или же эмоция будет влиять на результат осознанный выбор это выбор в нейтральном состоянии в состоянии спокойствие и принятия любого результата это выбор который делается без страха и в то же время без желания получить результат вы просто делаете выбор и наблюдаете что будет происходить когда вы нацелены на результат вы становитесь на путь достигаторства когда за одним результатом будет следующий потом следующий но ни один из них не будет вас удовлетворять лучше обратите внимание на сам процесс когда вы приняли решение совершили действие и становитесь наблюдателем того к чему приводит ваше действие наблюдайте как меняется от вашего действия окружающее пространство при этом когда вы не нацелены на результат вы начинаете наслаждаться самим наблюдением того что происходит вокруг когда же действие достигает своего результата как конечной точки как стрела выпущенная в цель вы тоже просто это наблюдаете не привязываясь к результату при этом вы можете спросить как же сделать этот осознанный выбор чтобы и выгода для других при этом была если не просчитывать результат действия а здесь вам нужно сделать самое главное это слушать свою душу свое сердце здесь вы будете учиться отпускать своего внутреннего а иногда и внешнего контролера и учиться полагаться на свою душу жить выборами души и эти выборы могут не резонировать с голосом вашего ума который захочет внести коррективы и захочет контролировать процесс но шаг за шагом вам нужно учиться доверять своей душе и идти за ее голосом мы бы даже сказали что вам нужно все больше и больше голос души делать главенствующим а ум перепрограммировать под исполнение желаний и задач души алматы а вот тут хочу тогда спросить те процессы которые я наблюдаю у участников моих целительских сеансов у них уходят старые желания старые привычки старые мысли к середине курса многие говорят о том что ощущают пустоту я понимаю что это идет стирание всего старого что мешает идти в эту новую жизнь это как раз для того чтобы они могли начать выстраивать жизнь по-новому на твоих сеансах идет мощная чистка сознания и от всего старого как ты говоришь и ненужного и от тех алгоритмов взаимодействия которые нужно обновить на новые и если обобщить то убирается все то что во первых мешает вам слышать свою душу уже потом то что мешает вам жить выборами души для каждого этот процесс будет идти на том уровне на котором этот человек придет к тебе и тут нужно тебе обобщить на несколько уровней первый уровень убирается все то что мешает слышать душу второй уровень убирается все то что мешает выбрать душу третий уровень убирается все то что мешает действовать в интересах души и это та схема взаимодействия когда от самого человека зависит то насколько он продвинется по этим уровнем если он будет заинтересован в трансформации это произойдет глубоко и мощно если при этом он будет учиться слушать выбирать действовать это будет мощным толчком кардинальному изменению его жизни каждый участник должен ответить себе на два вопроса первый насколько из десяти я готов изменить свою жизнь второй насколько из десяти я готов совершать шаги для изменения своей жизни ведь если человек идет инфантильно в этот процесс то он и получит столько же от него здесь скрыта мудрая схема вовлеченности в процесс прежде всего для сохранения сознания и выполнения правила не навреди так как человек может пойти от ума не будучи готовым к изменению в своей жизни но от ума желающему высоких вибраций и благостных состояний но это не про это этот глубокий процесс запускает очень сильный механизм трансформации сознания трансформации психофизики изменения на всех уровнях восприятия и к этому процессу нужно быть готовым алматы и самым главным является то что мы учимся жить душой верно это есть самое главное из всего этого процессы трансформации завершаться и вам нужно из этих процессов выходить уже с нацеленным вниманием на свою душу именно это является целью всей трансформации земли чтобы вы наконец-то учились выбирать жить интересами души а не своей личности и если в процессе трансформации идет потеря смыслов то только потому что стерлась то что было от личности желание цели смыслы человек при этом пребывает в растерянности и ощущение пустоты так как убрали то что не резонирует с душой и тут как раз ему предстоит учиться познавать себя и свою душу ее интересы ее желания ее цели и вы можете удивиться насколько это может отличаться от ваших личностных желаний и целей Алматыя благодарю вас сегодня на этом завершим и мы благодарим тебя я я